Здравствуйте! В эфире День города. В студии Екатерина Зубкова. Сегодня в нашем выпуске. Могилёв принимает заключительный этап Республиканской Олимпиады. Ярмарка в Акасии предприятий торговли, общественного питания и пищевой промышленности. Флореаль, парад цветения, могилёвские ремесленники представили выставку творческих работ. Начальник управления торговли Могилёвского госполкома обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Установлено, что обвиняемая неоднократно принимала от представителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток товарно-материальной ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в её компетенцию. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Более 200 предложенных свободных рабочих мест. 27 марта в Могилёве прошла очередная ярмарка вакансий. На этот раз место работы гражданам предлагали предприятия торговли, общественного питания и пищевой промышленности. Подробнее в нашем сюжете. Ярмарка вакансий проходит в нашем городе не в первый раз. Цель её ясна – предложить работу нетрудоустроенным. На ярмарке соискатели смогли в режиме реального времени пообщаться с работодателями и оставить своё резюме для рассмотрения. На ярмарке вакансий представлено порядка 200 вакансий, 20 организациями частной и государственной формы собственности города. Представлены вакансии, такие как продавцы, бармены, пекари, конные рабочие, специалисты в торговле. От общего количества вакантных мест около 20% занимают вакансии в отрасли общественного питания. Основное требование к кандидатам – опыт работы и наличие специализированного образования. По данным специалистов, в Могилёве в новых сотрудниках нуждаются такие предприятия, как Бабушкина Крынка, Мясокомбинат, Домочай, Могилёв Облпищепром, Универмаг Центральный, Могилёв Аттракционы и другие. Нам нужны водители на машины, грузовые, категория ВЦ, удостоверение на газ. Также нам нужны продавцы на квас, это временная работа, там очень хорошая заработная плата. И также нам нужны уборщики помещений, это в детский лагерь, у нас находится детский лагерь на Ресте, тоже временная работа. Мы уже записали 6 человек, кто-то водителем записался, ну очень много записывается на квас. Среди востребованных специальностей на рынке труда продолжает оставаться работа официантом, уборщицей, продавцом и грузчиком. Средняя заработная плата варьируется от 250 до 450 рублей. Зарплата представителей других профессий у многих предприятий зависит от результата трудовой деятельности. Казалось бы, возможность получить работу в, так скажем, нелегкой экономической ситуации в стране есть, однако приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Профессия есть, а опыта нет, а без него на работу брать не хотят. Получается замкнутый круг. Я отучился, у меня профессия есть четвертый разряд – дорожный рабочий. Я на любую работу согласен, лишь бы только можно было работать где-нибудь. Уже выбрали себе что-нибудь здесь? Да. Вот, аттракционы накручили, на аттракционы, думаю, можно тоже пойти поработать. Проблема трудоустройства не обходит стороной и молодых специалистов, которым нужен опыт, но его, к сожалению, получить не предоставляется возможности. Мы учимся в университете продовольствия в Могилеве, практики нету, поэтому ищем здесь место. А кем планируется стать? Инженер-экономисты в общественном питании. Есть вакансии? В основном только официанты. Ярмарка вакансий, так и вакансий много быть. А почему каждая организация дает там 2-3 вакансии? Людей-то приходят сотни, но они 2-3 вакансии. Значит, надо и шире предлагать людям. Это вообще узко специализированные, это повара, получается, уборщицы какие-то там, грузчики. Это как бы не вакансия, это можно и объявление дать, и люди придут. По итогам проведения ярмарки вакансий, в среднем на одно свободное место претендует 5-6 человек. Саму ярмарку посетило более 500 человек, нуждающихся в трудоустройстве. К слову, следующая ярмарка вакансий пройдет в областном центре 7 апреля. В областном центре творчества состоялось торжественное открытие заключительного этапа Республиканской Олимпиады по иностранным языкам – немецкому, английскому, французскому, испанскому и китайскому. Победитель сможет поступить в любой вуз страны без дачи ЦТ по данному предмету. Для многих учащихся республики начались очень ответственные дни. По 16 учебным предметам стартовал заключительный этап Республиканской Олимпиады. Несколько городов Беларуси принимают команды из всех областей для того, чтобы определить лучших из лучших. По иностранным языкам выпала честь принимать городу Могилеву. По пяти языкам – китайский язык, немецкий язык, французский язык, английский язык, испанский язык. По каждому из этих языков сформировано жюри и определить лучших из лучших. Ну а кто станет победителем, через какое-то время, я полагаю, станут лауреатами специального фонда президента Республики Беларусь, поскольку самые талантливые всегда награждаются достойными призами и дипломами. Торжественное открытие финального этапа прошло в областном центре творчества. Самая первая со сцены прозвучала песня на белорусском языке, а зал приветствовали на всех пяти. Собравшиеся получили и зрелище, и пищу для ума. Здесь перед ними выступали творческие коллективы, а также были озвучены возможности, которыми могут обладать изучающие иностранные языки. Перед ними открыты многие двери как в Беларуси, так и за рубежом. Был упомянут и индустриальный парк, находящийся вблизи национального аэропорта Минск под названием Великий Камень. В связи с его строительством очень повезло тем, кто изучает китайский язык. Со сцены прозвучали слова о том, что для людей с такими знаниями здесь есть 170 тысяч рабочих мест. Могилев создал великолепные условия для того, чтобы дети показали наилучшие результаты. Гостеприимный город встречает в колледже и предоставил все условия для того, чтобы аудитории, места для проживания, для питания были представлены на самом высоком уровне. Закрытие Олимпиады и награждение победителей состоится 31 марта в областном центре творчества. Ведущие вузы страны откроют свои двери абитуриентам 1 апреля. В этот день все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о поступлении, специальностях и правилах обучения в высших учебных заведениях. Дни открытых дверей пройдут в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском государственном педагогическом университете и Белорусском государственном экономическом университете. Подробное расписание мероприятий и адреса их проведения можно узнать на официальных сайтах вузов или на сайте tv2.by. Специальное комплексное мероприятие «Пешеход» провели сотрудники госавтоинспекции на дорогах города. Сотрудниками госавтоинспекции ежедневно проводится планомерная работа по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов. При этом используются сотрудники госавтоинспекции в гражданской форме одежды, транспортные средства служебные в гражданском исполнении. Ежедневно в среднем в городе Могилеве выявляется 15-20 нарушителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят по причинам нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов и несоблюдения скоростных режимов движения. Ежедневно нерегулируемые пешеходные переходы становятся зонами повышенной опасности. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям быть бдительными на дорогах, а пешеходам переходить в проезжую часть только в установленных местах. Специальное комплексное мероприятие «Пешеход» продлится на дорогах Могилева до 31 марта. С сегодняшнего дня в городском выставочном зале открылась весенняя выставка «Флореаль. Парад цветения». Представили экспозицию «Могилевские ремесленники». Алина Бабурка расскажет подробнее. Эти Могилевские ремесленницы смогли найти себя и свое любимое дело. Свою работу они представили на выставке «Флореаль. Пара цветения», где красота изделий ручной работы не дает усомниться, что женщины – самые прекрасные цветы. Идея выставки – в принципе показать тот букет, то соцветие, наверное, женщин, которые цветут в своем творчестве. Это те женщины, которые не вчера начали заниматься каким-либо творчеством, а те, для которых оно является второй жизнью, такой проявлением себя. Красуются на выставке такие работы, как изделия из кожи, предметы туалета, сумочки, соломенные шляпки, предметы интерьера и мягкие игрушки. Здесь можно увидеть работы в различных современных техниках, таких как свит-дизайн, скрабукинг, вышивка гладью и многое другое. Не обошла стороной выставочный зал и живопись. В свое место нашли портреты женщин, покорившие своей красотой весь мир. Вместе с ремесленниками в своей коллекции одежды представили могилевские дизайнеры. И это еще не все, чем порадуют могилевчан-ремесленники. 7 апреля в 18 часов для жителей и гостей города в городском выставочном зале пройдет вечер встречи со всеми участницами выставки, где можно будет увидеть сказочное дефиле, а также насладиться музыкой и пообщаться с мастерами. Сама же выставка «Флореаль. Пара цветения» будет работать до 9 апреля. На сегодня это все. Уважаемые могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info.sobaka.tv2.by. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными. Любите свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова